Историю каждый видит по-своему, и каждый уверен, что его взгляд правильный. Парадокс. Всем привет! Блокпост начинает работу. Рубрика Хобби-часть. Всем доброго времени суток, друзья мои, здравствуйте! Вы видите солдатиков в пакетиках, и это значит, что пришло время красить. Красить первый клан в нашей самурайской армии. Ух, даже самому немножко волнительно. Однако начинать надо всё-таки сначала, то есть с правил. С правил, по которым мы будем собирать армию, а потом устраивать сражение. Несколько лет назад, довольно давно, я нашёл эти правила в свободном доступе. Лежали они на сайте Поле Боя, известно, думаю, многим вам. Сайты существуют, в принципе, до сих пор, а правил там этих уже нет. Но, я думаю, авторы не обидятся. Это хоумрульное правило, на мой взгляд, интересное, составленное неявно любителями и знатоками эпохи. Так что я решил, почему бы и нет. Правила предполагают отрядное базирование. Правда, там размеры баз указаны свои, но я решил их немножечко увеличить. Основная база 5х5, стрелковая, соответственно, 5х2,5. И база застрельщиков круглая, диаметром 4 см. Точно так же мною было изменено и количество миниатюр на базах. Так, на основной базе 5х5 см у меня будет располагаться 5 конных или пеших самураев. Или 7 сигарукопейщиков. Ну, а на стрелковых базах, соответственно, 4 стрелка. Или 3 застрельщика на круглой базе. Но сегодня мы с вами поговорим о самураях. Возможно, знатоки вопроса уже обратили внимание, что среди миниатюр совершенно нету самураев-лучников. Конных самураев-лучников. Хотя в наборе кавалерии они имеются. А возможно, другие, столь же уважаемые знатоки, заметили, что как-то конница у меня бежит вместе с пехотинцами. Хотя логичнее было бы, конечно, конные отряды делать отдельно. Отвечаю на оба вопроса сразу. Надо сказать, друзья мои, что до 15 века в Японии было очень мало самураев. Собственно, войны того времени представляли собой схватки небольших дружин. Ну, князь и его дружинка. Все это были очень хорошо вооруженные ребята, снаряженные. Все обязательно на конях. И главное оружие, да, у них было, это лук со стрелами. Собственно, битва до 15 века выглядела, как съезжались там две кучки лучников. И вот начали стрелять друг в дружку. Потом выхватывали мечи, знаменитые таки, никотаны. Это были более длинные и более изогнутые мечи, которыми достаточно удобно рубить с коня. И вот дальше они там неслись в атаку, тяпали друг в дружку и побеждали, проигрывали. А что случилось, собственно говоря, в 15 веке? В 15 веке, друзья мои, ослабла власть самуратик, сёгунов. Ну, императоры там давно уже власти не имели при них. В общем-то, всеми заправлялись сёгуны. И вот сёгуны как-то поослабели. Ну, то ли там бестолковые были люди, то ли ещё что. И резко вырос сепаратизм на островах японских. Местные губернаторы и князья стали объявлять себя независимыми правителями. И понеслась междоусобица. Всех со всеми. Собственно, начался период Сангоку-Дзидэ. И очень быстро князья местные поняли, что чем больше у тебя бойцов на поле вышло, тем больше шансов, что ты победишь. И вот тогда-то происходит всплеск в количестве самураев. Тогда появляется и пехота Осигару, которая не самураи. Вот. И, собственно, в массе своей все они были пешие. Почему пешие, спросите вы меня? Да я вам отвечу. Потому что лошадей в Японии было мало. И на всех их перестало хватать. Потому как лошадей всю историю Японии разводили, в общем-то, в одной небольшой провинции, Хиго, на самом юге страны, ну, просто в Японии всегда было плоховато со скотоводством. И условия не те, там, и религия запрещала, там, мясо там всякое, да еще там куча факторов. Откуда-то привозить в Японию лошадей при том уровне транспортного какого-то развития, да, это был тоже не вариант. Ведь лошадей было мало. Когда самураев стало много, на всех лошадей стало не хватать. Понятно, что всадники все равно оставались. То есть были богатые ребята, которые могли себе позволить. Но оказалось, что стрелять из лука стало, ну, как минимум, неэффективно. То есть когда на тебя прет толпа этих оборванцев всякими копьями и мечами, то ты, как дурак, будешь стоять и стрелять из лука, но тебя стопчут. Единственный вариант как-то ответить, это было взять копье или хотя бы меч, и, наоборот, идти в атаку. Тогда есть возможность там конем потоптать, порубить врага. То есть есть шанс, как бы, ну, уцелеть. Поэтому самураи очень быстро переквалифицировались с лучников на рукопашников. Ну, а, соответственно, стрелковую роль на себя взяли большие отряды из стрелков. Сигару, лучников, потом аркебузиров. Вот так потихонечку лук ушёл из арсенала самураев. И, собственно, наш набор, он как раз, по идее, это и показывает. Хотя, по большому счёту, если брать 16-17 века, там вообще уже лучников конных можно убирать в целом, как класс. И не могу ещё про одно не сказать. Вот смотришь, когда на коробочке, да, возникает ощущение, что первая конная скачет в атаку, просто там, эээ, там, или там атака рыцарей каких-нибудь, там, под каким-нибудь, там, платье. То есть, вот думаешь, ну, самураи таким кулаком выстрелись и полетели, там, великой свиньёй врага топтать. На самом деле, армия самураев периода Санго-Кудзида, это когда на коне сидит князь, у него там, ну, условно, там, полсотни всадников, и вокруг там несколько тысяч пехотинцев со всяким там вооружением. Вот они все вместе там толпой летят на врага. Ну, понятно, что всадники скачут первые, а сзади там их догоняет всякая голоногая пехота. Чтобы не быть голословным, видите, да, иллюстрацию, знаменитая картина, наверняка вы её встречали раньше, это атака красных демонов Ии Наомаса. Ключевой эпизод сражения при Секи Гахаре, 1600 год. Это одно из последних сражений по Санго-Кудзидай. В нём победит Такугава Иясу, который, в конце концов, там, наведёт порядок в стране. Так вот, Ии Наомаса, это был командир генерала в армии Такугавы. Вот, и Ии Наомаса известен тем, что его армия вся носила красного цвета доспехи, красные там флажки за Симоны, в общем, все красные демоны были. Вот ты смотришь на эту картину и думаешь, ну, вот, наверное, вот и Ии Наомаса вся войска была на конях. На самом деле, в битве при Секи Гахаре Ии Наомаса привёл на поле боя 3600 воинов. А в атаку впереди поскакала вся его конница. Целых 30 человек. Вот как-то так. Естественно, что всё вышесказанное является точкой зрения автора, субъективной и далёкой от претензий на истину в последней инстанции. Не согласны? Спорьте. Значит, миннички, как вы видите, самые стандартные из наборов пехоты и конницы самураев. Ничего я здесь особенно конверсить не собираюсь. Ну, во-первых, потому что это у нас первый клан. А во-вторых, откровенно сказать, я уже это говорил, какие-то отдельные конверсии не особенно-то и видны в общевойсковой массе. Хотя, разумеется, полностью обойтись без конверсий мы никак с вами не сможем. Ну, хотя бы потому, что нам нужны будут знамёна. С вашего позволения о знамёнах японских времён Сангукио-Дзидай я поговорю в следующем выпуске. Хватит у нас уже истории всяческой. Вот. А здесь всё довольно просто. Это разновидности тогда бытовавших знамён, знамя командира клана и знамя отдельных отрядов. Значит, как они сделаны, думаю, и так всем понятно. Были взяты минички с фирменными знамёнами, ну, или сами знамёна. Далее сделаны формы двухкомпонентный материал, гринстав, эпоксилин, всё, что у вас есть. И, в общем-то, получились, ну, может быть, не очень красивые, но всё-таки копии этих знамён. Далее, когда речь идёт о копировании, о создании форм, то всегда будет иметься в виду вот такой вот замечательный материал китайского производства. Если вы не знаете, что это такое, то на канале есть замечательный плейлист, называется «Будни пирата». И вот там есть ролик про то, что это за материал и как с ним работать. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Ну, а знатоки и так понимают, о чём идёт речь. Следующие конверсии будут вызваны уже только сугубо моим собственным желанием и капризом. Никакой объективной необходимости в них нет. Во-первых, я решил, что на командной базе, а это командная база, обязательно должен быть всадник с хоро. Вы не знаете, что такое хоро? Сейчас расскажу и покажу. Спойлер. Следующий выпуск на канале, посвящённый Японии, это будет обзор коробочки, где можно найти вот таких замечательных всадников с каким-то шариком за спиной. Вот этот шарик и есть хоро. Хоро – это плащ, натянутый на круглую корзину и привязанный к спине бойца. Это был официальный знак гонца. Гонец скакал по полю, и сразу было видно, что это скачет не просто самурай, а гонец с важным известием. Вот я решил, что на базе кланокомандующего обязательно должен быть всадник с хоро. Предвижу вопрос. И в чём тогда заключается конверсия? А ответ-то следующий. У меня слишком мало таких всадников, и на все кланы их не хватит. Поэтому я решил, что неплохо будет взять и сделать вот такой вот хоро, уже, как говорится, самостоятельно. И прилепить его, ну, например, на спину вон тому всаднику с нагинатой. А что, хороший получится гонец. Ну, просто немножечко увлёкшийся боем. Думаю, что из данной инсталляции вам всё понятно. Единственное, что когда будет делать форму, удлините, пожалуйста, фирменный штырёк подальше, чтобы проволока подлиннее получилась, лучше обрезать. И саму проволочку втыкайте не прямую, а сделайте в виде буквы Г, чтобы она потом случайно не выдернулась из готовой уже модели. Ну, слепить их вместе можно, добавив кусочек эпоксилина. Вот, собственно, таких вот хоро налепить можно очень много. Единственное, что они довольно тяжёлые. И некоторые небольшие конверсии предстоит пережить нашему командиру. Это, кстати, командир нашего клана. Предвижу вопрос, а что ты какую фигурку не пафосную выбрал? Ну, хоть бы катану ему дал, а то какой-то обычный линейный боец скачет с копьём. Эй, нет, скажу я вам, друзья мои. Тут всё не так просто. Было принято мною стратегическое решение, что все лидеры кланов у меня будут сугубо исторические персонажи, все они жили в 50-е и 70-е годы 16 века, и все они сражались в эпоху Сен-Гоку-Дзидай на той или иной стороне. То есть я стараюсь не смешивать врагов в одной армии. И вот этот вот персонаж, это будет у меня никто иной, как Ямамото Канцуки. Что вы знаете про Ямамото Канцуки? Для начала, согласитесь, не так уж много у нас авторов, написавших книги в 16 веке. Один из них Ямамото Канцуки. Книга тайной передачи стратегии. Ну, такой книга будущих командиров, скажем так, где он расписывает, как надо побеждать врага. Я не знаю, насколько крута книжка, и он ли её написал, но считается, что он. Вообще, в армии Такеда Сенгена Ямамото Канцуки считался чуть ли не начальником генштаба. Он разрабатывал планы сражений, обычно удачных. 20 лет он воевал за Такеду, и, собственно говоря, погибнет Ямамото Канцуки в 1561 году в четвёртой битве при Каванакадзиме. Битве, которую армия Такеды выиграет, а план этой битвы разработает как раз Ямамото Канцуки. Но сам он до победы не доживёт. Да, на обложке, кстати, портрет автора. Обратите внимание, копьё. А вот я вам сейчас покажу ещё несколько картин средневековых, того времени, где изображается наш с вами герой. Большей частью, конечно, любили авторы нарисовать последний бой. Ямамото Канцуки, эту битву при Каванакадзиме. Вот, там такая интересная, пафосная история. Почитайте. Вот, обратите внимание, везде он изображён с копьём. Ну, и, естественно, что большей частью всё-таки на коне. Потому что он всё-таки был генерал, и пешком ему бегать невместно. Именно поэтому за основу взята была эта миничка. Дальше у меня стала следующая проблема. Практически на всех, да на всех миниатюрах, герой изображён без головного убора. Ну, так, извините, волоса по ветру развиваются, лысина сверкает. Вот, я так думаю, что это вряд ли от того, что генерал любил ходить в атаку без шлема. Скорее всего, это была некая манера японских художников показать крутость персонажа. Мол, дескать, даже каски-то у него нет, он прям скачет так, головёнкой трясёт. Вот, но у меня мысль-то зародилась дать генералу лысую голову. На самом деле, конечно, это не лысая голова, а выбритая, с такой модным хвостиком, вот как у этого лучника. А что, думаю, отрежу эту голову, да и поставлю. Почему нет-то? Вот, но тут японские учёные меня ввели смущением. Я нашёл вот такую замечательную фотографию. Это реконструкция доспехов Ямамоты Кансуки, которая выставлена в каком-то там историческом музее Японии. Как видите, шлем у него вполне себе был, да ещё с могучими рогами. И я решил, что всякое японское учёное знает лучшее. И если у него, они считают, что был шлем с рогами, то и на минничке надо просто сделать рога к шлему. И будет вылитый наш герой. Ну и покрасить в чёрное с золотом. И я решил, что, думаю, гулять так гулять. Кроме рогов, налепил ещё им эту безрукавку дзимбаори. Ну уж как сумел. Она такая длинненькая, до середины бедра. И такая, слушайте, у него теперь драйв появился. Лихость, я бы даже сказал, кураж. И уже никто не скажет, что это не командир. Ну что, теперь этих ребят всех надо грунтовать, красить и безудержно хвастаться. Впрочем, особенно-то хвастаться по красам и нечего. Ничего такого сногсшибательного я не делал. Скажу, если я так вот коротко. Я думал, что красить будет сложнее и дольше. Но ошибся. Давайте о покрасе поговорим в следующем ролике. Я наберусь опыта. Это я первых японцев на нынче красил за всю свою жизнь. Вот. Обратите внимание, друзья мои, вот сейчас на этот строй. Согласитесь, нет ведь ощущения, что атакуют клоны. Хотя, в принципе, солдатики здесь одни и те же. Это как раз подтверждение того, что особенно упарываться в конверсии-то и смысла нет. Откровенно сказать, в конверсии-то у меня тут и немного совсем. Вот два знаменосца, видите, они практически сделаны одинаково. Это самая удобная миничка для знаменосцев из набора пехоты. Я уже про это говорил в своё время. Ну вот, за счёт покраса и разного местоположения на базе они особенно в глаза-то и не бросаются. Ну, что они такие одинаковые. Вот гонец с хора в сборе и покрасе. Ну, по-моему, выглядит органично. Не знаешь, так вполне можно предположить, что это такая вот миничка. Ну, вот с таким фирменным девайсом. Кто-нибудь скажет, что сам слюпил. В принципе, и плащ этот тут выглядит достаточно уместно. И, наконец, наш Ямамото Кансуки. Красив, могуч, харизматичен. Вполне себе миничка преобразилась. И на роль главнокомандующего он похож, подходит. Как мне кажется. Собственно, его и всё равно не видно было в боевых порядках. Это я так уж. В смысле, я так и похвастаться. Признаться, друзья мои, я примерно себе так и представлял японцев середины 16 века. Такая разноцветно-разномастная толпа страшно мотивированных, бесстрашных фаталистов. По-моему, у меня тут получилось это отобразить. Думаю, что отрядные подставки в этом проекте у меня будут во всех кланах примерно такие. Вот, если интересно, как я их делаю, могу показать. Ну, в следующем ролике. И последнее, на чём, как мне кажется, стоит остановиться, это на символике данного клана. Признаюсь честно, я не смог найти в сети, под каким гербом вводил своих воинов в бой этот самый Ямамото Канцуки. И какие соси монобули у её воинов я тоже, в общем, не нашёл. Поэтому то, что вы видите сейчас, это всё результат моей реконструкции. Но нельзя сказать, что она высосана из пальца. Признаюсь честно, подобная задача для меня вызывает отдельный интерес в нашем хобби. Значит, смотрите, я вам сейчас покажу две картины, которые я уже показывал. На них изображается гибель Ямамото Канцуки в своей последней битве. Вот, на первой картине, обратите внимание, справа указано его большое генеральское знамя, в центре которого в чёрном круге изображены три такие светлые, белые или золотые, в общем, какие-то светлого цвета, такие запятые, что называются. Я не знаю, как это по-японски называется. Я предположил, что раз это его знамя, то, скорее всего, на этом знамени его герб. Вот, а на второй картине отчётливо видно такое слегка подрубленное Сосимона за спиной у генерала, или у одного из его бойцов, а мне очень понятно. Видно, что полотнище этого Сосимона белое, и на нём три голубые полоски. В середине пошире, по краям потоньше. Ну вот, я и скомбинировал в итоге то, что вы сейчас видите на экране. Не знаю, насколько это соответствует исторической действительности, но, как по мне, так вполне возможный вариант. Ну и напоследок маленькая история про генерала Ямамото Кансуки. Отправился генерал как-то на войну, на одну из бесчисленных, и взял с собой в поход своего сына. А сын до этого на войне не был, хотя возраст уже был изрядный. У него была жена, и сын родился маленький. Вот, и вот едут они на войну, а сын-то вертится в седле. Ой, говорит, папка, сейчас на войну поедем, там подвиги будем совершать. Ой, я такой радый, такой радый. Слушай, я даже жену с сыном забыл. Приезжает генерал к сыну, и хлясь его по затылку. Какой же ты, говорит, самурай, если сына с женой забыл. Запомни, настоящий самурай никогда про них даже не думает. Вот такие это были суровые ребята. Спасибо большое всем за внимание. Как обычно, прошу дать мне обратную связь, если вам не трудно. Ругайте, пишите, хвалите, советуйте, предлагайте, спорьте. В общем, не оставайтесь равнодушными. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok